Ещё одна ловушка для семейного бюджета. И вот как его сохранить и даже приумножить узнаем у нашего гостя. У нас в студии бизнес-тренер Екатерина Баева. Поговорим мы сегодня о семейных финансах. Доброе утро. Доброе утро. Мы рады, что вы приехали к нам в город. Как ваше настроение? Отлично. Всё хорошо. Ну, на самом деле бюджет тема не то чтобы очень важная, она такая, знаете, острая, даже слишком острая. Я вот вчера стала думать о том, разбирать семейные обстоятельства всех своих друзей бюджетных. И подумала, что кто-то ведёт вдвоём семейный бюджет. Где-то женщина ответственна, где-то мужчина знает все расходы и доходы. Какой должен быть семейный бюджет? Его должны вести оба взрослых человека? Или можно доверить это, например, только женщине? Ну, на самом деле, тут как договоритесь, да? То есть бывает бюджет на совместный, ну, как правило, это так. И ведёт его женщина. Как хорошо. Как правило, да? Это золотое правило, друзья, золотое. Вот. Но бывают и бюджеты раздельные. Пришло к нам это скорее за границу, да? Когда у каждого свой бюджет, и, в общем, в общий котёл скидываются на общие нужды какие-то, типа, детей. Это всегда есть где денег, по большому счёту. Что у нас там по, типа, детям? Сейчас скину, да? Да. Да, ну, тут нет каких-то общих правил, тут правило, как договоритесь, да? Если в семье очень разные подходы на что тратить, то, наверное, имеет смысл выделять какие-то, так скажем, бюджеты каждому члену семьи. Ну, почему-то мне вот думается, что сегодня, когда у мужа и у жены есть какие-то свои деньги, помимо общих, мне кажется, что это, во-первых, а, развязывает руки слишком сильно и очень далеко, а, во-вторых, как-то вот со стороны мне кажется, что как будто женщина сама за себя платит, мужчина сам за себя, и как-то не семья уже. Ну, это, мне кажется, такие крайности, может. Но недоверие какое-то в этом есть. А вот перестают ли люди доверять после того, как семейный бюджет становится раздельным или отдельным? Мне кажется, что это, в принципе, довольно взрослый подход, да? То есть тут, как это сказать, ничто так не укрепляет брак, как брачные контракты, да? То есть, в принципе, это просто взрослый подход. Люди, как им комфортно, так они и должны вести. А как тогда правильно вести семейный бюджет, неважно, какой он будет формы, чтобы деньги хотя бы сохранились, чтобы не наступил тот момент, что ты проснулся, а у тебя вообще денег нет, закончились? Ну, на самом деле, золотое правило, надо, скажем так, тратить меньше, чем вы зарабатываете, да? То есть... Ну, да. Вот. Ну, бывает, так представляешь. Знаю такую формулу. Слышали? Ну, а как и не пробовали. Ну, и стараться исключить из своей жизни кредиты. Мы пойдем, наверное, с Вовкой домой. Вызеркнул второй. Да. Давайте дальше, Маша. Ну, кредиты должны в идеале составлять не более 30% дохода. А тут все доходы, да. Да. Ну, и на всякие критические ситуации должен быть сформирован резервный фонд в размере 3-6 месячных расходов семьи. То есть должен просто лежать на депозите в надежном госбанке, там, да, или не в гос, в частном, но надежном. Для нас Центробанк подсказал десятку системно значимых банков. Поэтому нам можно долго не думать, да, в какой банк отнести деньги. И, собственно, этот резервный фонд, он вам поможет в какой-то критической ситуации. Ну, и желательно планировать бюджет таким образом, чтобы у вас какой-то там зазор оставался на какие-то непредвиденные расходы. Ну, и, как советуют нам разные западные гуру финансового планирования, используйте практику, заплатите сначала себе, то есть от любого дохода, как только он вам пришел там в кошелек на карточку или на банковский счет, сразу откладываете какой-то процент, там, это может быть, ну, 10%, это может быть, 5%, это может быть, 20%. Ту сумму, которую вы сами для себя определили, и просто вот вы к этой сумме не прикасаетесь, да. И мы ее куда? Но сначала вы из нее формируете резервный фонд в размере 3-6 месячных расходов семьи, и это хранится просто на депозите. А следующие, как бы, деньги вы тратите либо на какие-то среднесрочные цели, ну, например, крупные среднесрочные цели, типа покупки квартиры, машины, там, и так далее. Если у вас до цели хотя бы 3 года, а лучше 5 лет, да, там, пенсия, про которую многие забывают, на самом деле должна быть одна из самых основных целей человека, потому что при текущей ситуации абсолютно понятно, что достойно государственной пенсии не будет, и чем раньше... Да что вы, все будет хорошо. Да. Ну, потому что тебя, потому что вовзом. Да. Вот. Ну, потому что, собственно, и чем раньше вы про это подумаете, начнете формировать пенсионный капитал самостоятельно, тем больше шансов, что вам не придется ночевать под мостом там на пенсии. Ну, я думаю, что тут говорить и не переговорить, да, Екатерина, говорить хочется многое. И спасибо, что вы пришли к нам в студию, спасибо, что вы приехали в наш регион. Я думаю, что все, кто посетит ваши семинары, лекции, с вами просто пообщаются, домой придут. И обязательно заведут как минимум тетрадочку расходов и доходов, и начнут хоть по 5% от зарплаты откладывать. И пища для ума есть? Все думайте. Да. И считайте. И считайте, да. Пенсия, квартира, все, все можно купить и накопить. Правда, времени нужно очень много. Время начинаете засекать прямо сейчас. Спасибо вам огромное. Пошли. Всем подъем, вернемся мы буквально через минуту. Доброе утро. Спасибо.